Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Ну что, лето практически отгремело. Впереди нас ждет осень, зима. И вот для того, чтобы осень и зима были не такими грустными, как, может быть, они бывают у вас, и существуют люди, которые специально делают нашу жизнь интереснее, ярче. И мы даже в этом можем принимать активное участие. У нас в гостях заведующий культмассовым сектором Красковского культурного центра Ольга Барабанова и художественный руководитель этого центра Юлия Мацкевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Мне кажется, что само ваше присутствие как-то сразу же украшает жизнь. А когда такие замечательные люди руководят таким важным направлением в нашей жизни, культурным направлением целого Краскова и прилегающих к нему регионов, скажем так, кромка, это, наверное, особо приятно. Лето заканчивается. Для многих лето является таким замечательным временем, когда люди отдыхают, им хочется больше развлечений. Я так понимаю, что у вас работа была, да, Юлия? Да, у нас в Красковском культурном центре работа кипела всё лето. Мы тесно сотрудничали с детским пришкольным лагерем. У нас проходило много мероприятий. Это были интерактивные мероприятия, которые проходили как внутри, в помещении, так и на улице. Мы играли в разные игры. Также были и познавательные программы, и кинопоказы, и мультпоказы. То есть мы очень много и плотно работали. Ну, мы сейчас поговорим об этом, тем более у нас главная тема ещё то, что будет. И вы сегодня, посмотрев эту программу, сможете даже определиться, может, куда-нибудь направить своего ребёнка для того, чтобы он принял участие, принимал участие в проектах. А может быть, не только ребёнка. Потому что, я так понимаю, для разных возрастов есть возможности проявить себя на культурной ниве. Скажите, пожалуйста, Ольга, а насколько тяжело летом, когда все отдыхают, коллектив требовать от него такой работы, потому что все вокруг только и думают о том, чтобы где на речку, где на море, а тут работать надо. Ну, знаете, наши коллеги, они любят свою работу. Есть такое высказывание у Конфуция. Найдите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в вашей жизни. Я могу сказать, что наш коллектив, как я уже сказала, он отдыхает на работе. Он отдыхает на работе, да, действительно. И это замечательно. Ты заряжаешься энергией от детей, которые приходят. Ведь не у всех есть возможность уехать в пионерские лагеря или на море. У кого-то нет, к сожалению, дачи, и они не могут поехать к бабушке, скажем. А к нам наши двери всегда открыты для детей, для молодёжи, для старшего поколения. То есть каждый может найти себя поинтереснее. Конечно, абсолютно все возраста, да, мы створим для них самые замечательные мероприятия. Мы рады, действительно, рады тому, с чем мы занимаемся. Как говорится, рады каждому. Каждому, да. Хорошо. Спасибо. Юля, ну а какие были... Вот я так понимаю, что детский лагерь – это была такая основная всё-таки работа, да, потому что, ну... Ну, не только. ...потребитель. В данном случае летнего отдыха. И я помню, сам постоянно меня родители на лето куда-нибудь, желательно, на всё лето отправляли. Хотя у меня и бабушка, и дедушка, я везде успевал побывать. Но во всех лагерях я был, и в близких к своему тогдашнему месту жительства, и в дальних, и на море даже был, что особо приятно, чем дальше от родителей, тем лучше, да. Хотя, конечно, многие и плакали. Вот. Но помимо этого, наверное, ещё создавались другие проекты и поддерживались, и уже намечались какие-то планы на будущее. Да, конечно. У нас и наши студии, и творческие коллективы не прекращали на всё лето свою работу. То есть сезон не закрывали? Ну, конечно, был небольшой перерыв. Да, но как бы продолжали свою работу, и дети, и взрослые также приходили, и занимались, хорошо проводили время. Кроме лагеря, все эти мероприятия были доступны для всех желающих. То есть кто захотел, все могли прийти и принять участие. Вот. Также проводились большие праздники летние. У нас же там и День России в июне, и у нас был очень красивый большой праздник, День семьи, любви и верности. Мы тоже проводили. Тоже у нас было очень много народа, зрителей. Было очень душевно. А международный День детей ещё на лето попадает. Да, и День защиты детей, и вот в августе у нас был День государственного флага. То есть очень всё было активно. Ну, то есть всё активно, всё, что называется, не только по графику, да, но и, как вы сказали, с душой, потому что народ любит. Конечно. Скажите, пожалуйста, Ольга, вот всё-таки когда отдыхают сотрудники? Потому что зимой-то самое время, или больше выстроен график под родителей с детьми, ну, такая школьная система? Ну, наверное, больше под родителей с детьми всё-таки, да. То есть иногда вы отпускаете кого-то в какой-то период небольшой, да, особенно там художественных руководителей. Как у вас правильно называются люди, заведующие, так скажем? Руководители клубных формирований. Клубных формирований. А сколько у вас клубных формирований? Ой, у нас их много, у нас их около сорока. Сорок? Да, у нас около сорока клубных формирований по самым различным направлениям. Это и хореография, это и вокал, музыка, изобразительное, декоративно-творческое искусство, есть спортивные секции, общее развитие, очень много студий для людей старшего поколения, студий для взрослых. Так что у нас большой выбор. Ну вот мы сейчас поговорим о том, что планируется и куда можно прийти более подробно, потому что есть некоторые люди, которые, например, и петь могут, и рисовать могут, и может быть, еще и в футбол немножко сыграют, как ветераны, например, или наоборот, как молодежь. Я вот хотел Ольге спросить, а кто формирует вот эти клубные направления? Вы, наверное, следите вместе с Юлей за тем, что добавить, что, может быть, не так идет. Как там формируете вот эту вот систему выстраивания отношений? Да, конечно, мы это формируем, потому что есть определенный спрос, какие-то направления более популярны, какие-то менее, и, конечно, мы всегда стараемся учесть пожелания наших посетителей, кто к нам приходит. Мы открываем новые студии вот в этом году. Вот для старшего поколения у нас открывается новая студия. У нас до этого было и пение, и у нас была физическая культура. Туризм. Туризм даже, да, у нас был. И сейчас мы открываем танцы для людей старшего поколения, потому что был такой запрос. Нас приходили и спрашивали, возможно ли вот открыть такую студию. Мы, конечно, прислушиваемся, и вот в этом году, в этом творческом сезоне мы ее открываем и всех приглашаем. У нас будет молодой, талантливый хореограф. Кстати, по танцам очень интересно. В больших городах, в том числе в Москве, где река, или даже не река, но есть площадка, даже сами по себе, начинают образовываться такие небольшие танцевальные тусовки, скажем, современным языком, причем разновозрастные. Почему? Потому что кто-то воспринимает танец просто, ну, как подвигаться, а кто-то хочет научиться действительно реальному танцу, что вот это фламенко, а это там, я не знаю, самбо и так далее. Кстати, я как-то в Париже видел фантастическую картину. Там площадка такая, люди просто, туристы, составили огромный такой... Вот пришелся там с сумочкой, с вещмешком, все выложили в центре, чтобы ничего не пропало, и вот вокруг этого танцевали. Причем музыка самая разнообразная, и это так красиво, так спокойно, и кажется, что это будет вечность продолжаться. Поэтому танец – это хорошая идея. Идея. Ольга, а какая есть связь с народом? Они что-то пишут вам? Как вы с ними общаетесь? Ну, вообще, если мы говорим о том, что люди хотят, чтобы мы открыли, в случае с активным долголетием, с людьми, которые старшее поколение, соответственно, в большей степени действует, так сказать, сарафанное радио, потому что не все люди, скажем, преклонного возраста имеют возможность пользоваться гаджетами и интернетом, соответственно, да, они смотрят какие-то объявления в газетах, они могут друг другу передавать информацию о том, что там, Мария Федоровна, у нас там вот открылись... Открылись какое-то, такое-то направление. Если мы говорим о молодом поколении, о детях, то, соответственно, это интернет-ресурсы, это наш сайт, это наш телеграм-канал, которым сейчас пользуется большая часть населения. Ну, то есть для молодежи вы их подхватываете электронным способом? Да, всё верно. А те, кто повзрослее, либо молодежь им помогает, либо они как-то узнают об этом, тем более, что, судя по активности, они знают, что вы есть, это уже хорошо. Конечно. Вот. Юля, такой вопрос. А что с преподавателями, с людьми, с руководителями? Где они же, как говорится, так тоже 40 направлений? Где же их собрать, столько замечательных людей, которые будут очень активно, и, как сказала Ольга, что очень любят свою профессию? 40 человек? Или несколько, один человек может вести несколько направлений? Ну, у нас есть такое, да, что один человек ведёт несколько клубных формирований. Но, вы знаете, нам в Красковском центре очень всегда везёт с персоналом и с нашими коллегами, с нашими сотрудниками. У нас очень дружный, очень тёплый коллектив. И как-то вот всегда так получается, что вот, что бы мы ни задумали о каком-то, у нас вот и находится человек, который может это воплотить в жизнь, который может и открыть какое-то клубное формирование, и вовлечь туда людей. И если, например, мы говорим о каких-то мероприятиях, да, мы проводим. То есть вот всегда как-то так получается, что все очень горят своей работой, и нам так повезло, что вот именно такие люди нас окружают. То есть ещё сдерживать, наверное, приходится. Иногда, да, иногда приходится сдерживать, потому что все хотят и много заниматься, и мы вот всегда распределяем классы, чтобы всем хватило. А, ну да, это тоже такой важный момент, потому что, а почему вот я со своим коллективом должен кьютиться, дайте мне больше пространства. То есть нет такого, чтобы человек пришёл вот чисто отработать свои какие-то часы. У нас все руководители очень любят свою работу, и прям с душой к этому подходят. Ну, то есть практически такой ненормированный график. Вот во второй части совсем скоро она уже начнётся, а мы поговорим о том, что планируется на новый сезон, где двери распахнуты, куда можно записаться. А сейчас бы я хотел сказать. Вот финансовая сторона, мы же не можем не задать этот вопрос. Ну, понятно, что помимо такого отношения, то есть люди получают зарплату, но ведь необходимо же, наверное, ещё какие-то ресурсы, ну, я не знаю, там, шарики купить, написать какие-то буквы, как-то разукрасить это. Насколько у вас контакт с властями в данном плане? Как у вас? Ну, нам часто помогают депутаты, нашего совета депутата городского округа Люберцы. Мы когда обращаемся к ним за помощью, они никогда не отказывают, могут помочь. Ну и, конечно, в ход идут ручное творчество, фантазия. То есть все возможности для того, чтобы было красиво. Чтобы было красиво, чтобы было интересно, и чтобы людям было приятно приходить к нам в Красковский культурный центр. А вот хотел ещё Ольге спросить, но я так понимаю, что у нас здесь два человека, которые за всё-то и отвечают, собственно говоря. Вы как-то обсуждаете, проводите какие-то, я не знаю, там, худсоветы свои? Да, как это происходит? Ну, у нас состоится, если состоится, должен состояться худсовет, то мы коллективно собираемся, мы решаем какие-то вопросы. Это как планёрка, что мы должны сделать, какие цели перед нами стоят, что мы должны выполнить, что мы уже выполнили. И, собственно, все слышат друг друга. То есть можно там и поругать чуть-чуть, и похвалить. То есть всё, как положено директору, да? Понятно. Всё верно. Ну, вот во второй части готовьтесь те, кто недалеко от Красковского культурного центра, и кто хочет немножечко разнообразить свою жизнь, тем более, что непонятно, какой будет осень и зима. Обычно всегда все рассчитывают на худшее, я имею в виду холодная зима, неприятная осень, а тут есть, да, по крайней мере, люди с душой вас встретят, и, может быть, даже вдруг вы художником станете, или запоёте, или затанцуете. Вот об этом мы поговорим во второй части. Напомню, что у нас в гостях Ольга Барабанова, это заведующий культмассовым сектором Красковского культурного центра и художественный руководитель этого центра Юлия Мацкевич. До встречи через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях заведующий культмассовым сектором Красковского культурного центра Ольга Барабанова и Юлия Мацкевич, художественный руководитель этого центра. Как мы вам и обещали, сейчас поговорим о новых планах, потому что всё, что было сделано, это, конечно же, хорошо, это приятно. Это в памяти, в фотографиях, в дипломах, в грамотах, в кубках. Ну а впереди что нас ждёт, Юлия? Ну, нас ждёт всего много интересного. У нас вот буквально недавно прошёл день открытых дверей, и посетители нашего культурного центра смогли прийти и познакомиться с нашими коллективами. Что у вас там есть? И с работой, да, культурного центра. Приходили люди? Да, было очень много людей. У нас была обширная программа, руководители представляли мастер-классы, у нас были открытые занятия, у нас были творческие лаборатории, выставки. И была концертная программа, на которой выступали наши коллективы. То есть что может получиться, если я приду? Сразу показали, как проходят занятия, да, чтобы... И результат. И результат. И приходили детки, у них были, конечно, глаза загорались, и это очень приятно. То есть они смотрели... В основном дети приходили, или были люди среднего, особенно сложного возраста, которые, как правило, теряются? Ну, приходят семьями, приходят семьями в основном, да. Конечно, в первую очередь хотят найти занятия для ребёнка, да. Но когда они к нам приходят, мы им рассказываем, что у нас есть ещё занятия для взрослых. Как бы у нас взрослые могут и петь, у нас есть народный коллектив хор русской песни, у нас есть вокал для взрослых, у нас есть танцы для взрослых, в том числе... То есть бабушка пойдёт петь, мама пойдёт танцевать, а ребёнка отправим... А ребёнок может петь, танцевать, рисовать, ещё и гимнастикой заняться. Гимнастика даже у нас есть. Да, у нас есть даже гимнастика. То есть у нас в нашем культурном центре четыре образцовых коллектива, коллективы со званием. Это три хореографических и один вокальный. Это вот образцовый коллектив, хореографический ансамбль «Волшебная страна», это «Мастерская чудес», «Жар птица», она у нас работает... Этот коллектив работает в структурном подразделении в Малаховке. И вот вокальный, это образцовый коллектив, вокальный ансамбль «Нотка». Ну и, конечно, очень много. У нас есть и бальные танцы, у нас есть и современные танцы, уличные танцы, восточные танцы. У нас есть вокал эстрадный, вокал академический, вокал народный. Как поёте, туда и возьмём. Да. Хорошо. То есть очень много разных направлений. Ольга, а скажите, пожалуйста, вот я ещё хочу вернуться к теме. Тут же важно ещё, когда руководитель занимается, у него же должны быть какие-то, ну, если с детьми психологические моменты, то есть вы проводите с ними какие-то беседы. Конечно. Наверняка иногда бывают, может быть, какие-то шероховатости, когда ребёнок, ну, родители хотят, чтобы он пел, а он ни в какую идёт, ну, возникает, да, какие-то конфликтные ситуации, разрулил. Нет, вы знаете, мне кажется, что даже родители в определённый момент понимают, что если ребёнок, ну, ни в какую он не хочет петь, возможно, он будет прекрасно чувствовать себя на занятиях по хореографии, скажем. Ну, то есть поэтому у нас действительно... Предлагаете другой вариант? Естественно, мы предлагаем альтернативу, и наши педагоги, руководители клубных формирований, они, в любом случае, каждый педагог – это психолог. Он должен найти подход к ребёнку, и, ну, если уж совсем ничего не получается, значит, это просто не его. Поэтому... То есть не просто так, да, вот всё делать, то есть всё на серьёзном таком уровне? Конечно. Нужно чувствовать каждого ребёнка. Я сама в своё время преподавала вокал, и сейчас у меня есть клубное формирование кавер-группы «Триумф» по 17 плюс возраст. Если кто-то захочет, приходите с удовольствием, жду вас на занятиях. То есть там что-то такое более современное? Конечно, поверьте мне. Вот. И... Ну, до этого я преподавала детям в школе. И я хочу сказать, что каждый ребёнок – это целый мир, в который ты погружаешься, что ты должен из него сделать, слепить, и что из этого получится, ты тоже в ответе. Мне в настоящее время, именно с детьми, я не готова. Я поняла, что я не готова преподавать, потому что просто так отрабатывать свои часы я не хочу. Ну, вот, чтобы вкладываться вот в каждую эту маленькую душу, у меня пока сейчас нет. Ну, есть другие, кто готовы это делать. Конечно. А вы 18 плюс. Там тоже надо вкладываться. Ну, я хочу сказать, что иногда 18 плюс – даже больше проблем, чем с маленькими детьми. Да, с маленькими детьми можно договориться хотя бы иногда. Вот с этим уже трудно. Да, и к каждому стараемся, конечно, найти подход. Давайте сейчас расскажем тогда нашим телезрителям, потому что вот был день открытых дверей, направлений много. Если мы каждое будем перечислять, называть, кто его ведет, конечно, это много времени у нас заберет, а хочется о многом поговорить. Как поступать? То есть вот если нашли вас, да, в интернете вы есть, телеграм-канал есть, вот что-то захотелось. Во-первых, кто-то хочет сразу записаться, как ему это сделать. А кто-то хочет, например, прийти, чего-то посидеть где-нибудь там в уголке, посмотреть, хочу, не хочу. Ну вот сейчас, с прошлого года, вот с января прошлого года, с января этого года, работает платформа, единая платформа записи в кружки, ДК «Мосрек». Это на самом деле достаточно удобно, потому что люди заходят на эту платформу, они находят ДК, который им близок, да? По месту, да. По месту, да. И там представлены все кружки, все клубные формирования, они все с описанием, с фотографиями, написано, кто руководитель. Если человек захочет, он уже может в интернете сам поискать. Да, то есть этот человек может уже сам поискать, посмотреть, что ему даже чисто визуально понравилось, бывает и так. И если вот он уже определился, он может сразу даже и записаться. То есть это очень удобно. Ну и, конечно же, можно всегда прийти к нам в Красковский культурный центр. Напрямую? Да, напрямую, да. Мы всегда расскажем, покажем. Можно даже зайти на какие-то занятия, посмотреть, как они проходят, да, как такое пробное занятие. А как у вас сейчас вот набор идет? Уже, ну, я так понимаю, открыт? Да, набор открыт, да. Набор идет очень активно, и к нам записывается и через портал, и к нам, ну, очень много приходит. А вот если, например, куда-то на группу, например, Триумф, вот раз, записались все, вы же не можете набрать 40 человек? Нет, конечно, но у меня есть ограниченное количество человек, то есть, к примеру, 15. Те, кто успел, соответственно, записались. Тот не опоздал. Да, тот не опоздал. Те, кто опоздали, ну... А, то есть вы тогда, опять же, предлагаете, например, ну, чтобы человеку создавать негативы, предлагаете какие-то другие варианты? Альтернатива, да, может быть, другой какой-то. А потом, глядишь, кто-то оттуда ушел, что-то не получилось, перемещения такие внутренние появились. Хорошо. Еще такой вопрос. Тут, наверное, Юлию его адресую. Это вот какие-то отчетные большие концерты или программы, ну, там Новый год же будет наверняка, может быть, осенью какой-нибудь осенний бал. Вот как делается, это же надо от каждого преподавателя, от каждого руководителя взять сливки, самые лучшие, выстроить программу. Кто этим занимается, кто режиссирует эти? Да, я этим занимаюсь, как художественный руководитель. Попал я, значит, вопрос. Да, вы попали. Естественно, как бы я знаю репертуар наших коллективов, основные их номера, и когда готовят новые номера, мы как бы тоже о них знаем. Но если, например, нам нужно собрать какой-то большой концерт, естественно, мы спрашиваем у руководителей, что они готовы как бы сейчас показать, да, что... Да, если нам нужен какой-то определенный, хотелось бы увидеть номер, естественно, мы их просим, и обычно нам никогда не отказывают. И таких концертов у нас достаточно много проходит. У нас практически каждому празднику проходит концертная программа, либо какое-то мероприятие. А вот на Новый год вы делаете же, наверное, что-то типа ёлок, да, или как это? Ой, на Новый год у нас много всего проходит. Или там много разных, да? У нас проходит и концертная программа, у нас проходят и муниципальные ёлки на базе нашего культурного центра. Мы делаем представления, показываем сказки детям. У нас проходят и уличные мероприятия. То есть мы проводим и в Красково на площадке. То есть очень много всего. Хорошо. Вот ещё такой вопрос. Насколько родители помогают вам в участии? То есть вот когда дети начнут, там же надо костюмчик, например, сделать, да, или собрать активную группу, которая придёт болеть, там, я не знаю, на каких-то спортивных соревнованиях, контакт с родителями хороший? Да, потому что родители, во-первых, они заинтересованы в том, чем занимаются их дети. И даже если, например, это ёлка на улице, вот, и нам нужно водить хороводы. Естественно, что Снегурочка, к примеру, не может собрать вокруг себя много-много детей, а действительно людей на мероприятии очень много. И родители в данном моменте подключаются, они нам помогают, безусловно. Они сами радуются тому, что делают, они участвуют в тех же самых эстафетах, конкурсах. То есть у вас практически вся семья принимает участие в некоторых мероприятиях. Да, можно и так сказать. Вот ещё Долголетие, да, который тоже такой проект. Обратите внимание, вот уже почти заканчивается программа, я даже ни слова про ковид не говорю. Вот, прекрасно понимаю, что у вас были сложности. И я даже удивился, что 40, да, вот, клубных направлений удалось не просто сохранить, я так понимаю, ещё и добавилось что-то. А сейчас у людей будет вот это, видимо, несмотря на то, что, конечно, опять появляются какие-то вещи, но надеюсь, что не будет такого уже жёсткого ковидного нашего состояния. Но у людей появляется желание, да, в чём-то принимать участие и так далее. И люди старшего возраста, которые особо, да, были вот ограничены какой-то период, мне кажется, у них прям вот желание участвовать вот во всём. Как у вас эта программа выстроена? У нас, как я уже говорила, есть разные активности и пение, и физическая культура. И у нас очень много людей посещают, с удовольствием поют, с удовольствием вот в Здоровительной студии энергии. Они занимаются такой гимнастикой, суставная гимнастика, да, какая-то вот физическая культура. С огромным удовольствием, очень активные к нам приходят вот люди старшего поколения. Иногда вот даже поражаешься, что иногда вот у себя не находишь столько энергии, столько сил, сколько у них, и это очень радует. Ну, они ещё, наверное, с собой кого-то приводят, да, потихоньку, если им понравилось. Да, конечно. И, наверное, тоже они помогают вам в какой-то степени открывать, да, новые направления, вот, что тоже хорошо, потому что, ну, как и есть заказ, да, и есть необходимость его выполнить. Да, вот у нас такое направление, например, клуб любителей путешествий. То есть, как бы, вот это была инициатива именно наших посетителей, и вот они собираются, например, там, раз или два в месяц, и вместе с руководителем посещают музеи, посещают выставки, вот, очень интересно, с пользой культурно проводят время. Ольга, а скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день, пишут вам письма, я имею в виду люди старшего возраста, какая-то вот реакция идёт, как у вас выстроено это? Почему? Потому что, я так понимаю, по результатам всё равно, может кто-то следить за вашей работой, да? Конечно. Я не скажу, что пишут письма, я могу сказать, что, наверное, в большей степени это их благодарность словесная, непосредственно, потому что именно старшее поколение, когда к ним приходишь после занятия, спрашиваешь, хорошо ли у вас всё прошло, все улыбаются, и благодарят, благодарят руководителя, благодарят меня, даже несмотря на то, что я не проводила это занятие, они говорят, что они отдыхают здесь, то есть они наполняются энергией, они рады, что есть такие клубные формирования, где они могут общаться. Ну, а значит, вы таким образом продлеваете им жизнь. Конечно, это хорошо. Ну что ж, вот такой интересный у нас получился разговор, а вам, тем, кто живёт недалеко от Краскова, нужно задуматься, что что валяться-то на диване, да? Тем более, как бы время такое ещё, ух, да? Можно самое, я так понимаю, что возраст от самых маленьких до самых немаленьких. Поэтому, пожалуйста, приходите, вас ждут очаровательные дамы и весь коллектив, который они представляют. У нас в гостях были сегодня заведующие культмассовым сектором Красковского культурного центра Ольга Барабанова. И художественный руководитель Красковского культурного центра Юлия Мацкевич. Спасибо вам большое за программу. А программа была «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова